Библейский портал экзегет.ру представляет 53-й псалом. Он стоит третьим в ряду небольшой группы псалмов во второй книге, во второй части псалтыри, которая озаглавлена имем Давида, и, более того, речь идет о неком учении Давида, масхил Давида. Наша лекция записана в актом Зале Срединской духовной семинарии, и, как многие другие, может быть, вами просмотрено на сайте Московского Срединского монастыря или на портале экзегет.ру. В заголовке псалма, который в синодальном тексте занимает две строки, два стиха, речь идет о неких зефеях. При попытке восстановить исторический контекст, возникает гипотеза, что данный псалом касается преследований царя Саула. Саул искал Давида в разных местах, и он даже не подозревал, что тот находится в пустыне Зив. Люди, жители этого места, они сами пришли к Саулу и сказали, не у нас ли скрывается Давид. Тем самым обнаружили место пребывания Давида, сделали известным. Когда Давид узнал о таком жестокосердии зефеев и угрожающей ему новой опасности, он обратился к Богу с молитвой, прося помощи против нечестивых врагов. И обращаясь к Богу с молитвой, в надежде он как бы видел уже ее исполнение и спрашивал о погибели для своих врагов и обещал прославить Бога, жертвуя благодарением за полученное спасение. Некоторые исследователи полагают, что Давид скрывался в одном из приграничных городов, в приграничном израильском городе, который когда-то он же сам защищал от филистимлян. В этом случае мы можем предположить очень осторожно, что зефеи – это соплеменники Давида из колена Иуды. И в этом-то их коварство, что, будучи защищенными Давидом и будучи ему единоплеменными, они его предают, видят в нем не только врага царя, но и ставят его в число собственных недругов. Посмотрим детальней следующие стихи Псалма. Третьи-пятые стихи. Когда Давида уже окружило множество врагов, он возвал «Боже, именем Твоим спаси меня». Как я уже говорил на одной из предыдущих встреч, имя Божие означает «всего Бога», его совершенные атрибуты. Итак, Давид просит Бога спасти от опасности и судить его силой. Обращение к суду – это обращение или апелляция к своей невиновности. Только невиновный человек может требовать правосудия. Просьба «услышь молитву мою» означает настойчивое желание, чтобы Господь не только внял словам, но и ответил на просьбу Давида. Чужие из пятого стиха. Это слово может обозначать как израильтян, так и иноземцев. Но в данном тексте речь идет о чужих, то есть о противоположном политическом лагере, о Сауле и Зефеях. Их он называет сильными. Они преследуют помазанника. И в том-то и трагедия, что получается, что они стоят в том лагере, который не с Богом. Они не имеют Бога перед собою, не по-божески поступают, не учитывая то, что и сам Давид тоже помазанник. Шестой, седьмой стихи. «Вот Бог помощник мой». Это слова уверенности Давида. Перед лицом нависшей опасности Давид не оступится от Бога. Он уверит, что тот же самый Господь, который вывел израильтян из Египта, который явил множество побед в истории избранного народа, и сейчас придет на помощь. Давид просит, чтобы Господь воздал врагам. Создаётся такое впечатление, что Давид просит мести, воздаяние злом за злом. В святоотеческой интерпретации мы нередко встретим то толкование, что Бог не является для таких людей карающим мечом. Он дает им возможность, чтобы они ходили по путям своим. И их начинают убивать их собственные злые помыслы, которые порождают вражду и ненависть. А потом они доходят до того, что начинают друг друга сами избивать. И в этом и является некая истина Божия, истребление истины, что Господь не применяет какого-либо орудия для казни, а является истиной в том, что в Его присутствии человек испытывает благодать и радость, а в Его отсутствии злобу и месть. И истина здесь в том, что когда Господь отнимает своё присутствие и удерживающую руку, то люди начинают уничтожать сами себя. Восьмой, девятый стихи. В них речь идёт о том, что автор псалма принесёт Богу жертву усердия. Под жертвой усердия может подразумеваться какая-то типовая жертва, которая по книге Левит возносилась в храме, или же речь может идти о самом состоянии, в котором совершает жертвоприношение Давид. То есть с усердием, со старанием, с прилежанием Давид прославит имя Господне, ибо оно благо. Он не позволяет никаким обстоятельствам затмить память о Боге. Он остаётся уверенным в том, что Бог благ, даже если обстоятельства не таковы. Более того, согласно девятому стиху, ещё до того, как Бог спасает, Давид уже убеждён, что молитва его будет услышана. Он вспоминает о прошлом, как Господь избавил его от всех бед. И сейчас он уверен, что Господь поступит так же. Он видит и уверен в том, что на врагов постоянно смотрит глаз Господень. И этот глаз Господень наблюдает и за праведными, и неправедными, и воздаст каждому по делам его. И так, если мы говорим о том, ну, какой же секрет веры человека в Бога, какой же секрет верности человека в Богу, ответ прост. Помнить о том, какие Бог являл чудеса в прошлом, во времена минувшая, и помни об этом, верить и полагаться на то, что Бог явит эти знамения у чудеса в свое присутствие, в свою истину и в будущем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok